Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии Анна Смирнова, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи по скайпу с нами сегодня Александр Ворской, хакер. Здравствуйте. Здравствуйте. Напомню, телефоны прямого эфира 672 12 93 9 и 672 13 93 9. Вы также можете звонить, задавать вопросы нашему гостю и пишите в том числе в WhatsApp 230 6191. Это номер WhatsApp. Ну вот деление в современном мире существует, по крайней мере в народе так говорят, что есть деление на темных и светлых хакеров. Вот насколько в профессиональной среде это распространено? Ну хакер это неправильно. Я это называю вероисповеданием. По сути, это разделение появилось, может быть, на границе 20 годов, когда начали возникать рынки, например, рынок кибербезопасности. Вот он возник, значит, появились и люди, которые решили применять свои знания, работая в сфере безопасности, потому что, как некоторые думают, я так, кстати, не считаю, но некоторые думают, что человек хакер, значит, он разбирается в безопасности. Я поэтому и представляюсь не как специалист. Я прошу очень часто, когда журналисты звонят или что-то подобное происходит, не представлять меня как специалиста по безопасности, потому что я понятия не имею в современных реалиях, как ее обеспечить. То есть это, ну, по-моему, что мы вводим людей из-за буждения. А хакер тоже такое слово легитимное, не обидное, означает, ну, я не знаю, слово техна или там спартаковский болельщик, рокер, то есть хакер. Это все вот где-то рядом. Но хакеры часто скрывают свои настоящие имена. Что касается вас? У культуры интернета раньше это были ники, никнеймы, какие-то прозвища, потому что молодые люди примеряли на себя интересные там словечки, соединяли их с помощью контоминации, соединяли корни, получались интересные слова. То есть это не потому, что кто-то именно прется от анонимности. В Америке очень много ад и это движение, наверное, пошло, можно считать, да? Очень много людей известных как хакеры, причем под их настоящими именами и фамилиями. То есть сегодня нет необходимости скрываться в этом смысле? Необходимости в анонимности не существует для хакера сегодня? Сегодня обратились, что в анонимности не существует ни у кого. Вы об этом прекрасно знаете. Что касается деления на хакеров и крекеров? Ну вообще, чтобы разделять, я вот за то, чтобы поточнее называть то, чем люди занимаются, потому что когда журналисты говорят о каких-то ребятах из СНГ, которые крушат топорами банкоматы, то это не хакеры, это что-то другое. Да, вообще, все, что связано с кредитными картами, банковскими аккаунтами, и с деньгами электронными и неэлектронными, это больше, это кардинг. Есть такой термин для них применимый, кардинг. Есть фрикеры, это люди, которые занимаются всем, что связано с телефонной связью, может быть, даже с радиосвязью, вообще радиолюбителей можно было бы назвать фрикерами. Но этот термин тоже потихонечку как-то исчез. Самое главное, чтобы хакеров не... Я же почему публично не отказываюсь от интервью или какие-то вопросы отвечать, да просто потому, чтобы... Это, считайте, функция омбудсмена такого. Я хочу, чтобы это слово ассоциировалось, а точнее приравнивалось к слову преступника. К сожалению, сегодня это уже... Вот я сегодня читал комментарии у вас на фейсбуке, вашей странице, вашей передачи, и там кто-то конкретно сказал, надо его в полицию сдавать под моим анонсом. Да, почему? То есть хакер ничего, это не человек, который заведомо что-то совершил. Есть другие термины. Кстати, если вы прислушаетесь или вчитаетесь в какие-нибудь заключения американской юстиции, когда они какие-то обвинения печатают, да, публикуют, там есть очень много любых слов, но только там нет слова «хакер». Если речь идет о каких-то преступлениях, связанных с технологиями и так далее. Ну, что касается еще одного стереотипа, наверное, который сложился в обществе, в том числе в отношении хакеров, как правило, говорят, что это люди социально неадаптированные, что они ходят в капюшоне, с длинными волосами, ни с кем стараются не разговаривать. Вот насколько это уже... Да, я бы хотел, может быть, вот так вот будет лучше, но тогда все это будет похоже на колунаду, да, то есть радиослушателям не видят, она сейчас надел темные очки. Да, гость надел темные очки. Нет, ну это все колунада такая, это... Есть девушки-хакеры, и что мы с этим делаем? Правда, вид-то исчезающий-то на самом деле, по крайней мере, я так уже... Со второй план двухтысячных годов, там с 2005-го, с 2006-го, мне кажется, что это такой вымирающий вид, потому что очень многие люди как раз ушли в карди. Очень многие люди ушли в безопасники, а это другой вид отношения к жизни, другой вид страстей, другой вид мышления. Может быть, хакеров не так много, как мы все думаем. Ну а с чем связано, кстати, вот то, что есть тенденция к такому вымиранию, так называемому, в этой профессии? Все же это не профессия, я повторюсь, а дело в том, что на сегодняшний день те задачи, которые раньше ставили себе хакеры, то, чем были они увлечены, добыча знаний, добыча информации. На сегодняшний день-то мы с вами можем признать, что это все такая открытая вещь, и многие вещи, которые считают взломом, ну, я вот это обнаружил в то, что их дело реплингом, да, а это оказалась какая-то открытая информация, даже открыто валялась, и никем не была взломана. Например, я об этом говорил, когда был тогда, то есть на сегодняшний день даже взломать ничего не нужно подчас распоряжаться и применять эту информацию в том смысле, в котором мог бы ее применить хакер. А хакер – это вообще человек, который решает задачи как можно элегантнее, интереснее и эффективнее. Вы, кстати, в своем фейсбуке задали вопрос для своих подписчиков, друзей, о том, как бы они распознали русского за границей. Что касается хакера, как можно его распознать в таком случае? Ненавижу фейсбук, но приходится, потому что это единственная аудитория, которая отвечает на такие идиотские глупые вопросы, там, типа, ваш любимый вид пирога, там, с малиной, там, с вечной. Да никак вы их и не определите, потому что, мне кажется, такого человека можно увидеть как увлеченного. Я бы многих, вот если среди ваших слушателей есть люди, заставшие советское время или 90-е, радиолюбительство, я многих радиолюбителей вообще считаю хакерами, потому что ребята тоже решали интересные задачи, это специфическая каста была в свое время. Ну и сейчас остается. Я считаю хакерами. Я считаю хакером Германа Воскресе Греф, например, исходя из его страсти и то, как он рассказывал про большие данные, пусть они бывают, слов уже оскомину набило. То, с каким увлечением он об этом рассказывал, и то, как к этому тянулся, я считаю, что за данными людей это только хакер может так любить. То есть президент правления Сбербанка России? На мой взгляд, он очень неплохой хакер. Ну вот есть такое также мнение о том, что большинство хакеров используют самые простейшие методы взлома на самом деле. Так ли это? Дело в том, что взлом видов, это такая большая творческая работа, это такая охота для кого-то. Я больше ассоциирую с рыбалкой, потому что системы особенно сложные, они очень сложно устроены, в том плане, что там с разных сторон можно добраться до чего-либо. Вы можете добраться до чьего-то аккаунта, даже не пробуя перебирать туда пароль или находить уязвимости в скриптах, просто найти это в утечках на сегодняшний день, например, и соотнести каким-то образом, о том, что ага, по поскольку из утекшей базы LinkedIn может, в принципе, совпасть с каким-нибудь там инстаграмом и так далее. Насколько легко сегодня взломать аккаунт, и от чего зависит степень сложности при взломе, пользовательский аккаунт? Ну, если аккаунт можно взломать на сегодняшний день, давайте так, кому принадлежит аккаунт на сегодняшний день? Ну, рядовому, да, условно. А он никому не принадлежит, получается, и одновременно принадлежит всем, потому что те операторы, которые обрабатывают ваш аккаунт в службу, где вы зарегистрированы, это одна группа людей, и мы не знаем, сколько их у вас есть, а сколько операторов имеют доступ в базе с аккаунтами, причем пароли в подобного рода базах, в больших сервисах, они не зашифрованы, потому что я это давно заметил, объяснил же тоже, потому что на то, чтобы сравнить ваш пароль, зажифровать его, а потом сравнить с хэшем, который вроде как должен по всем правилам безопасности храниться в базе, нужны расчеты мощности. Когда в системе 300 миллионов пользователей, это очень затормаживает процесс, поэтому очень много утечек, о которых вы слышали, очень много утечек, о которых пишут в новостях, это утечки с незашифрованными массивами пароли. Многие эксперты советовали для безопасности пользователям заклеивать камеры на своих смартфонов и компьютерах. Что вы думаете? Насколько это действительно? Ну это просто логично, это не спасает от каких-то других вещей, но я, например, это делаю просто потому, что я никогда не учу ноутбук, срабатываю на то, что я буду там по видеосвязи с кем-то общаться. У меня нет такого вида взаимодействия с внешним миром. Меня достаточно бесит, когда в любом аппарате штыка на камеры. Мне она не нужна ни в утюге, ни в стиральной машине, ни даже в книжке, в которой... Ну а что касается все-таки смартфонов, вы в одном из интервью, кстати, говорили, если я не ошибаюсь, что это не очень изящный способ безопасности. Ну да, потому что со смартфонами пока еще пользователям достаточно огромное количество настроек, в том числе настроек, которые вызывают... Вы знаете, когда сдаёте в ремонт, допустим, свой смартфон, то сервисный инженер, который его вам лечит, да, он проникает в эти настройки. На мой взгляд, мы сегодня живём в такое время, когда каждый из нас сам себе сервисный инженер. То есть мы все должны очень хорошо понимать, какой аппарат мы выносим, и где там убрать permissions, так называемые, права доступа на какие-то вещи, приложения, да. Вы это много раз видели, когда вы устанавливаете приложение, он запрашивает, приложение требует то-то, то-то, то-то. Вот это можно настроить не только при установке приложения, но всё-таки полазав в телефоне и обнаружив, что происходит, где что, где какие галочки указаны напротив микрофона, камеры, местоположения, assess your contacts, это ваш контакт в книге, то, благодаря чему приложение GetContact имело огромный успех, и я просто восхищаюсь. То есть можно с помощью настроек просто ограничить, скажем так, этот доступ без заклеивания скотчем камеры? Ну, хотя бы первично, но хотя бы эти вещи знать, конечно. Да, звоните нам 672 12 93 9 и 672 13 93 9, телефона прямого эфира, только что у нас был звонок, но вот что касается того, что Павел Дуров недавно призвал всех пользователей удалить WhatsApp, так как зона уязвимости там была обнаружена, по его мнению, насколько вы с этим согласны? Так, а почему представители WhatsApp ничего не говорят про Павла Дуру? В этом смысле они выглядят достойнее, хотя отношения у них друг к другу, я думаю, одинаковые вообще у всех мессенджеров. Что касается мессенджеров, очень смешная ситуация, по крайней мере, в России, потому что у нас по тому, в каком мессенджере сидит человек, можно определить, кто он такой и чем он занимается уже без всяких проникновений. Обменялся с вами человек контактами, а у него сигнал, то есть он говорит, пиши мне на сигнал, это означает, что он силовик, потому что они все, по крайней мере, раньше очень любили этот мессенджер, потом перешли на Викар, по-моему, и так далее. И вот они вот из одного мессенджера в другой путешествуют, потому что друг с другом в бане обмениваются мнением, какой мессенджер безопасен. Ну, забавно же. Да, опять только что был у нас звонок, и вот снова появился премиум радиослушателя. Здравствуйте. Добрый день, Александр. Да, Александр. Скажите, пожалуйста, вот человек, который имеет смартфон, о нем практически все известно. Вот, например, некоторые на радио имена, надеюсь, что про них ничего не известно. Как вы считаете, про них все известно или нет? Нет, это первый вопрос. И второй вопрос. Про тех радиослушателей, простите, которые звонят на радио, вы спрашиваете об этом? Да, вот они скрывают свои имена и думают, что если они скроют свое имя, то про них ничего не известно. Но я считаю, например, это очень наивно. И второй вопрос. Вот Лексус и Вован, они хакеры или нет? И почему, если они хакеры, к ним так снисходительно относятся? Спасибо. Да, спасибо вам. Но Вован и Лексус, насколько я знаю, пранкеры. Да, то есть в вашем утверждении получилось так, что почему к ним снисходительно... А то есть к хакерам должны относиться не снисходительно? Я же с этого и начал, собственно говоря, свой спич, что хакеры — это не преступники, это просто подход к задачам, это подход к жизни, это определенные страсти, которые свойственны, кстати, по большей части в молодости, и кто сохраняет эту молодость, тот и больше хакер. Но дело в том, что Лексус и Вован, я бы их мог назвать хакерами с точки зрения того, как они распределились таким развлечением, как пранки, то есть телефонные звонки с приколами, они распределились этим очень по-хакерски, то есть с точки зрения какой-то философии, их можно так и назвать, потому что они... Ну, например, чего стоит добыть номера телефонов, то они... Я, кстати, знаю, как они это делали, это все не сразу у них получалось, это было очень так, поступательное движение, скайп, по которому мы с вами сейчас общаемся, был инструментом для этого всего, и так далее, и тому подобное. Ну, вот опять же, меня смутило ваше снисхождение, не снисхождение, как я мне... К хакерам надо относиться так же, как вы относитесь, я бы знаю, к профессионалам какого-либо дела, к ремесленникам, писателям, в конце концов. Вы можете не любить чей-то вид хакерского подхода, потому что мне, например, лично не нравится социальная инженерия, я ее не люблю, я люблю только взаимодействие с... как это называется, с приборами, да, не с человеком, когда человека разводят на что-то, я это хакингом не считаю. Некоторые считают... Кевин Митник тот же, он, правда, сочетал знания и в техническом смысле, и в социальной инженерии, но вот я социальную инженерию не люблю. По поводу первого вашего вопроса, звонки на радио. Знаете, как-то мне... Правда, тут, в Москве, тут тоже много радиостанций, и я видел, панели управления радиостанциями, они же для того, чтобы как-то взаимодействовать с аудиторией, они сохраняют эту информацию в своих CRM-системах. У них сохраняется, ну, во многих радиостанциях, есть человек позвонит, да, и сразу записывается, как он представился, на какую тему с вами говорил, чтобы в следующем каком-нибудь утреннем эфире, или там вечернем, этот дозвонившийся был как-то единицирован, чтобы кто-то, кто принимает звонок, знал, кого пускать в эфир. То есть это на многих радиостанциях есть, ну, по крайней мере, такие базы ведутся. А вот так, чтобы узнавать все ваши данные, вот в плане оператора сотовой связи, то есть пробивать и заносить базу радиостанции, в этом они не заинтересованы. Это излишнее усилие. Это они делают только тогда, когда возникает какой-то, ну, наверное, именал в виде звонков, которые обрывают эфир, или звонков, которые срывают эфир, там, какими-то словами, и пранк тоже туда входит. И ребята, правда, не сам Вован и Лексус, но люди из этой тусовки частенько звонили там на известную, самую известную разговорную радиостанцию Москвы и мучили там людей, гостей и ведущих. Известные люди, все радиоведущие об этом знают. Небольшой перерыв сейчас сделаем, потом вернемся и продолжим. Хакер Александр Ворской с нами на прямой связи. Мы продолжаем. Программа «Абонент доступен» на прямой связи по скайпу с нами хакер Александр Ворской. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. И у нас, да, звоните нам 672-12-93-9 и 672-13-93-9 телефоном прямого эфира. Начнем со звонка. Здравствуйте. Слушай, пожалуйста. Добрый день. Добрый. Я помню, лет 40 назад была книга, я забыла, как она называется, вы наверняка ее знаете, как там мальчик влез в компьютер генштаба Америки, там чуть ли не ядерная война началась, удалось ему остановить. Но это была фантастика. А сейчас, насколько я понимаю, так называемый, талантливый хакер может влезть в любую программу. И уже мы вообще не защищены. Потому что, кроме того, что камеры в наших аппаратах, еще и видеокамеры на улицах, дроны летают. То есть, мы все под колпаком. Как-то даже иногда становится неприятно. Как вы к этому относитесь вообще? Это спокойно надо принимать или как? Спасибо. Да, спасибо вам. Предельно спокойно, потому что, вы знаете, ядерную бомбу можно запустить с помощью телефонного звонка. к слову, кстати, о пранкерах. Дело в том, что не под колпаком кого. Я слышу в голосе радиусуственницы некоторый страх перед, ну, непонятно, перед чем, да, то есть, перед хакерами. Может, это какая-то группировка, а может, есть какое-то мировое хакерское сообщество, которое чем-то управляет. но это очень похоже на фишки про рептилоидов. Все немножко сложнее и одновременно проще. Вот кому мы себя противопоставляем, хакерам? Да, собственно, я никому, ни строй, ни системе, ни другой группе людей, ни тем более государственным национальным. Мы себя противопоставляем за причем, который мы должны победить или решить. Ну, по зову только своей страсти и своей какой-то хотелке, да, очень даже художник, по поводу. По поводу вот этого художественного произведения, мне кажется, их и не одно такое художественное произведение про подобный сюжет. ну, как мой отец говорил, это произойдет, скорее всего, случайно. То есть, это сделает, скорее всего, человек, который понятия не имеет ничего в технологиях. Вот именно он и взорвет весь мир. Кстати, интересно, что вы сейчас назвали хакеров своего рода художниками, и президент России Владимир Путин тоже так назвал их пару лет назад, сказал, что это свободные люди, которые могут, если они настроены патриотически в отношении своего государства, вносить какую-то лепту, как им кажется, правильную, в развитие и происходящее. Вот как вам вообще такое сравнение что эти лепты, даже если они происходят, я допускаю, что могут существовать такие хакеры-акционисты, которые производят какие-то действия за что-то. Вы понимаете, в мое время представители хакерского, можно сказать, движения, хакерского сословия, это были люди очень аполитичные, и они вообще ничего, они не знали ни фамилии, ни отчеств, ни имен, кто вообще фигурирует в политике ни у нас, ни за рубежом. И это общая была такая картина. На сегодняшний день, я не знаю, после появления анонимуса, я не очень представляю степень компетенции, но я по-прежнему думаю, что это молодые люди, которым на политику в принципе наплевать. Что касается высказывания Вадима Вадимовича, это доказывает, что он политик очень хороший, у него неплохая интуиция, очень неплохая, когда так точно, не зная предмет, в принципе, описал его достаточно, ну, то есть с этим не поспоришь, да, в своем высказывании он правильно. Не я ему эти слова подсказывал, сразу говорю, он со мной не советовался, и поэтому это его личное мнение, о котором он ответил на многочисленные вопросы журналистов о хакерах, очень точно. Ну, довольно часто приходится слышать о кибератаках с участием российских хакеров, якобы кибератаках. Много говорили о русских атаках, русском следе в президентских выборах в США. Действительно ли такие справедливые такие подозрения? Тем, кому это интересно вплоть до технических деталей, я специально в свое время и даже в других эфирах говорил, эту ссылку я провел некоторое мини-мини-расследование, что же там такого произошло. С этим можно ознакомиться на сайте варской.ру slash abc.txt Я просто выложил текстовый файл. Можно будет найти меня где угодно на Фейсбуке или ВКонтакте и спросить я, может, эту ссылку скину на стену. Что я там разместил? Значит, смотрите. Прежде всего, информацию о том, что почта, в частности Хиллари Клинтон, которая была взломана, на самом деле она была взломана задолго до предвыборной кампании и по совершенно другому поводу. по-моему, чуть ли не участниками анонимус, которые являются собой не монолитную акционистскую структуру, где очень мало, кстати, русских. То есть, это было сделано for fun, можно сказать, самими жителями США, скорее всего, молодыми, чтобы, я не знаю, что было тут было, как раньше сайты дефейсили и заменяли главную страницу, оставляя послание. Вот так же сейчас выкладывают данные или почтовые ящики. А плюс еще ко всему, ну, включим чуть-чуть логику и даже люди без технического образования могут, в принципе, понять, а что нам даст почтовые ящики помощника Хиллари Клинтон, самой Хиллари Клинтон и Демократической партии США в плане результатов выборов. То есть, механически как влияют вот эти все бесполезные данные аутечек почтовых ящиков, их просто очень много на сегодняшний день по всему миру. Это куча терабайт информации, которые никто не анализирует, кроме разве что газеты Шпигель, насколько я помню, только они, допустим, разбираются в тех терабайтах того, что выкладывают там Асанж или Эдвард Сноуден. То есть, это куча скучных PDF-файлов чьих-то письма, которые ничего не объясняют на самом деле. Ими можно жонглировать как угодно. Или говорить, что это представляет интерес. Господа, я, например, так считаю. Выборы в Америке это процесс очень плохо знакомый человеку из России вообще, русскоговорящему, любому человеку. Ну, правда, это сложно понять, даже если вы Николай Злобин, даже если вы Соловьёв. Плюс ко всему, слово компромат, на мой взгляд, это штука уже исчезнувшая. Ничто и ничего, никакой компромат не остановит в движении никакого ни злодея, ни политика, ни какого-нибудь генерала, ни вояку, ни вождя. Никакой компромат на сегодняшний день не эффективен. Он ни о чём, он ни на что не влияет. Как про личную жизнь, как про любую страну. российских хакеров переоценивают? Можно так сказать? Вообще, переоценивают хакеров, в принципе, переоценивают то, что хакеры могут быть субъектами политического действия, акторства. движение, оно не просто доказывает, что, в принципе, это всё политический сад. Вы можете зайти на веб-чат анонимус и просто убедить, что они по любому поводу совершают какие-то акционистские действия, которые не требуют каких-то больших интеллектуальных усилий, скорее усилия толпы, аутсорсинг это называется. И ни к чему это ведёт. А то, что российских хакеров преувеличены возможности, так мы с вами это можем понимать, если посмотрим на так называемую хакерскую сцену. Есть такое выражение, это когда можно посмотреть вообще какие хакеры в мире орудуют, как они о себе заявляют, это можно узнать из бюллетеней по безопасности программного обеспечения. Хакеры, например, занимаются этим, они исследуют, они занимаются ресёршем, по крайней мере, раньше так было, публиковали какие-то бюллетени по уязвимости, это заносилось в топилку. На сегодняшний день русского там очень мало, как я в одном мире уже сказал, что русский не в топ-5 уже с 2000 там, не знаю, какого года русские хакеры висели. Хотя наши программисты и все, кто получает первые места на чемпионатах в программировании, их же тоже можно зачислить в хакеры в каком-то смысле. Они, да, занимаются очень считательными вещами. Практически такие сверххакеры. То есть расследование спецпрокурора Мюллера вы считаете фиктивным? Это считают даже люди, которые разбираются в американской политике, в американской юриспруденции и так далее и тому подобное. Вот каким образом уже три года идет вот этот спуг и он никак не доказан. Мне кажется, для такого птика, как мировая новость номер один, которая в свое время была, разобраться в ней очень быстро можно. без тенни в конце концов и не лохнать скачет лодичь. У нас есть звонок, слушаем вас. Добрый день. Добрый. Ни в коем случае не сомневаюсь в компетентности вашего гостя. Хотелось было узнать, точнее услышать рекомендацию относительно пользователей андроида. Может быть, так же, как и заявил в свое время Вакафи, что его продукты вычищают трояные и так далее на андроиде. Может быть, можете посоветовать пару программ, которые могли бы обезопасить не террористичных, но и не реакционных пользователей, потому что такое понятие как прайвоси нынешние полицаи совершенно уже перешагнули через край. Благодарю. Всего вам доброго. И ваше отношение к смарт-айди или цифровым подписям, которые сейчас в том числе запускают систему блокчейн. Благодарю. Всего доброго. Спасибо. Два вопроса. Очень хорошие вопросы. Я очень... Знаете, когда тревога перерастает в усталость. Вот у меня примерно такое состояние по отношению к вещам, которые связаны с безопасностью. То есть, как себя безопасить. Я давно для себя на этот вопрос ответил отрицательно, что никак, потому что как бы я на этой стороне у себя в моем кирпичике не занимался этим, все равно мои аккаунты и мои данные находятся не у меня, и я ими владею. Очень обширный круг лиц этих владеет. Как мне знакомые люди, так мне и абсолютно неизвестные. И поэтому безопасность в плане того, чтобы у вас не вывели телефон как-то из строя, чтобы уж совсем вам навредить, продукт для этого есть и для Android, и для Apple. Но вам нужно определить для себя, вы согласны ли, даже устанавливая какой-нибудь продукт по безопасности, антивирус или что-нибудь еще, защищающий продукт, он ведь тоже будет агентом. Вот эти антивирусы они тоже в своем роде такие мини-операционные системы для того, чтобы контролировать ваш смартфон. Я в этом уверен просто 100%. И куча скандалов с этим связан. Мой любимый способ, но он очень такой специфический, в Android есть developer functions, когда функция разработчика включайте, вы, наверное, знаете, если вы такой вопрос задали, это когда на многих андроидах вы просто в свойствах нажимаете там 7 раз и появляется это менюшка. Там можно найти такую штуку, как он показывает, какие сейчас запущены процессы. И в таком реальном времени, правда, это очень мешает смотреть фотографии, заниматься тем, чем обычно занимаются в смартфонах, потому что все время мелькают эти процессы, вы только должны запоминять эти карты и идентифицировать, еще перед этим должны изучить, что каждый процесс означает, если хотите покопаться, возможности для этого современных есть, а вот тенденция последнего времени, вы, может быть, слышали, что в смартфонах все больше и больше закрывают, что вы не можете залезть, не можете уже открыть лишний раз зарядное устройство обвинуть, зарядную батарейку, то есть вот к этому наверное все будет идти, а пока вы можете редактировать на разных слушаем вас. Да, задавайте вопрос, вы в эфире. Да, здравствуйте. Вот хотел спросить вашего гостя. Да. Да, слушаем вас. Да, хотел спросить вашего гостя, читал ли он статью Влипоинт «Путин суперзвезда», в которой в частности эта статья начинается с его источника. Вы начинаете? Да, мы очень плохо вас слышим, к сожалению, но перезвоните нам про статью «Путин суперзвезда». Читали ли вы ее? Знаю. Я же не мониторю прессу, хотя мне часто приходится отвечать на разные вопросы, но иногда я некоторых новостей не знаю. Еще идет какой-то новости, связанной с хакерами. Наши слушатели возможно перезвонит и пояснит 672 12 93 9 и 672 13 93 9 Здравствуйте. Слушаем вас? Да, слышите ли вы меня сейчас? Да, слышим. Статья «Путин суперзвезда» Лепойт, она начинается с вашей истории. Журналист Марк Нексон в частности приходил к вам в гости и он там описывает такой эпизод. Я просто зачитаю его. Александр заходит на сайт Госдепартамента США и показывает несколько тысяч электронных писем Хилари Клинтон. Зачищено все так же слово первого страница Марина Лепен. Ему хватает 5 минут, чтобы получить ее пароль и так далее. То есть фактически в этой речь идет о том, что вы взламывали эти сайты и эти сервисы. Насколько это справедливо, насколько это правдиво? Здорово. Вот если вы обратили внимание, я до этого говорил про пустую и что она была открыта. Значит, смотрите, когда все эти скандалы происходили, у меня возник интерес узнать, что же там произошло. Начиналось все там с гугла, с поиска, по разным форумам, даже были какие-то попытки задним числом, то есть почта Хилари Клинтон уже стала известна, там HDR22 собака Клинтона Mail.com. Я просто попробовал ввести это в поиск. Я ввел это в поиск и увидел как раз на сайте одном из правительственных подзаменов США весьма недвусмысленно открытый поисковый механизм для поиска материалов, PDF-документов, видимо, в рамках какой-то открытой информационной платформы. сейчас много в режиме open government во многих странах. И это как раз и было, то есть этот журналист действительно ко мне приезжал, и не только он, и я приезжал в студии, в РБК, пытаясь объяснить этот механизм, точнее, очередность событий, когда получается, что никакого взлома не происходило. то есть возможно кто-то это понял так, что я являюсь и тем человеком, из-за которого весь сербор. Вот это нужно как бы поменять местами выводы, точнее цепь умозаключений и понять, что я просто пытался разобрать ситуацию, чтобы когда меня об этом спросит, я компетентно что-то на это сказать, потому что ничего кроме слов русских хакеров русских сценариев мы не слышим, а хочется иногда вопрос вопрос Времени у нас остается очень мало, закон о суверенном интернете в России вступил в силу, чем на ваш взгляд он опасен, чем может быть полезен и вообще таит ли он в себе какую-то угрозу? Нет, он вообще не опасен, на мой взгляд это просто законка, без которого можно было обойтись, а просто на уровне IT-индустрии можно было просто проворачивать те же самые интенции, те же самые желания претворять в жизнь, как это было во многих сферах, во многих событиях, связанных с IT-жизнью нашей страны. Вообще, в принципе, чтобы понимать, для чего, почему это все так законодательно оформляется, окаймляется, то я вас могу поздравить, в России появился институт лоббизма, и IT-шные лоббизмы очень в этом силены, мне кажется, они очень заинтересованы в подобных законах, как и в законе Европы. Услуги связи в стране, по открытым данным, посчитали, сколько они составляют денег, это 890 миллиардов рублей, что в переводе на Захарченко это где-то 98 Захарченко. То есть, такая единица измерения у вас? Единица измерения. И осознавая только этот факт, мы понимаем, какую огромную волну желающих как-то это делал контроль. Это, кстати, неплохо. Ну, как нам говорят некоторые люди, которые знакомы с западным опытом, это появление института лоббизма, и в данном случае, ну, например, я почему считаю закон Яровой нужным, потому что кибервойне будущего, которые журналисты так хотят, исчислять нужно машинами, нужно железяками исчислять соотношение сил, а Россия очень далека от Германии или США, от каждой из этих стран в десятки раз по наличию железяк, у нас очень мало железяк для того, чтобы мутить какую-то кибервойну, хотя я против нее, да, раз все так хотят, то закон Яровой тут уместен, потому что он подразумевает как можно больше аппаратных средств, как можно больше машин, это будет война машин. Но критики говорят о том, что суть нового закона вовсе не в поддержании как раз устойчивой работы сети, интернета, о чем вы говорите, а в контроле за информацией. Вот как вы это оцениваете? Она и так происходила и происходит. Я поэтому и сказал, зачем это все окамблять в какие-то тексты закона, очень сложные буквы, которые иногда подчас не очень понятно, если это все реализуется и так. и без нас. Напомню, телефону прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9 буквально несколько минут у нас остается до конца. Насколько по-вашему сегодня Ютуб, это как такая территория свободы, представляет определенного рода, может быть, угрозу для нынешней российской власти? Как вы считаете? Да никакой, наверное, не представляет с учетом того, что власть в моем понимании на сегодняшний день в нашей стране имеет очень богатый инструментарий контроля, осуществления вот этой самой власти и так далее. Мне очень трудно как бы предположить, что должно произойти, чтобы она себя почувствовала настолько уязвима и слабо. То есть, какой такой ролик должен выйти, чтобы нужно было блокировать, например, тот же YouTube. Мне кажется, что у них и так все хорошо, даже с избытком. То есть, можно было бы вернуть доступ к LinkedIn. и деловая социальная сеть, я не очень понимаю, зачем люди не могут ей сейчас пользоваться. Это очень удобно для некоторых вещей. Спасибо вам, что нашли время и вышли в прямой эфир программы «Абонент доступен». Хакер Александр Варской был гостем программы. Спасибо вам, всего доброго и до свидания. «Абонент доступен». Спасибо. Спасибо.